Для запуска программы Автокад на рабочем столе два раза кликаем на ярлык с большой буквой А. Открывается стартовое окно. Для работы можно использовать ранее созданные файлы. Их удобно выбирать из списка последних документов, расположенных в этой части экрана. Можно также воспользоваться меню приложения. Кликнули на кнопку с большой буквой А, расположенную в левом верхнем углу. Список меню приложения содержит инструменты, основные инструменты работы с файлами, также в зависимости от настроек или открытые документы или последние документы. Для создания нового файла необходимо использовать шаблон, потому что файл всегда создается преднастроенным. Шаблон это файл, содержащий настройки единиц, свойств объектов, стилей и так далее. Список шаблонов открываем, кликнув на эту строку. Шаблоны имеют расширение DWT. В списке шаблоны, предлагаемые разработчиком, а также для удобства работы, пользователь может размещать в этом списке все свои шаблоны. При выполнении первых работ будет удобно пользоваться шаблоном А3 со слоями, созданным на кафедре. Новый файл имеет название чертеж с расширением DWG. Рекомендуем его сразу же пересохранить в папке под своим именем. Сейчас при рассмотрении интерфейса мы это делать не будем. Итак, что у нас на экране? В верхней части располагается панель быстрого доступа, на которой расположены инструменты, которыми мы чаще всего пользуемся. Пользователь может по желанию сюда добавлять любые инструменты. Ниже располагается лента меню. Все инструменты сгруппированы на ленте на вкладках. Вкладка главная, вставка, аннотация, вид и так далее. В свою очередь на вкладках есть тематические панели с инструментами, схожими по своему функциональному назначению. Вкладка главная содержит у нас панель рисования, редактирования, аннотация и так далее. Если кликнуть на стрелку, расположенной рядом с кнопкой команды, появляется выпадающее меню, расширяющее список команд. Если задержать курсор на кнопки команды, то сначала появляется подсказка с именем команды, затем краткая справка о работе этой команды. Дальше самая большая часть экрана – графическое пространство, в котором мы выполняем все наши построения. Оно представлено двумя видами вкладок – модель и лист. В модели мы выполняем построение. Лист предназначен для подготовки файлов, документов к печати. Возвращаемся на пространство модели. В нижней части расположена командная строка. Это важный инструмент, потому что здесь отражаются все наши действия. Ниже командной строки располагается режимная панель, в которой собраны различные режимы рисования, которые мы постепенно рассмотрим. Первый режим – отображение сетки чертежа. Для удобства на экране может быть отражена сетка. Следующий режим рисования – это шаговая привязка курсора. Как правило, она отключена. Режим орто. Посмотрим, как происходит построение при включенном режиме орто. Выбираем команду отрезок или на панели инструментов, или введением названия команды непосредственно в командной строке с клавиатуры. Выбираем первую точку – произвольно. Построение отрезка при включенном режиме орто будет происходить строго в горизонтальном или вертикальном направлении. Следующую точку мы можем выбирать произвольно. Если необходимо задать отрезок конкретной длины, вводим значение длины отрезка на клавиатуре. Подтверждаем Enter. И так далее. Мы можем строить отрезки. Если мы отключим режим орто, то направление отрезка можем выбирать произвольное. Обратите внимание, что у нас существуют опции замкнуть и отменить в данном случае при выполнении этой команды. При выборе опции отменить отменяется последний построенный отрезок. При выборе опции замкнуть наша ломаная линия замыкается на начале построения. Следующий режим – полярное отслеживание. Выбираем команду отрезок. Первая точка произвольна. При выборе следующей точки обратите внимание, что наш курсор перемещается по трассирующим линиям, подсказкам, которые проходят под определенными углами, в нашем случае под углом 45 градусов. Выбираем направление отрезка вдоль трассирующей линии, вводим его длину с клавиатуры. Enter. Чтобы завершить команду, нажимаем кнопку Escape или кнопку Enter. Настройка углового шага трассирующих лучей производится в этом выпадающем окне. Режим «Объектная привязка». При включенном режиме «Объектная привязка» при перемещении курсора вдоль отрезка меняются режимы привязки. Если щелкнуть стрелку рядом с кнопкой мыши, появляется меню, в котором можно задать постоянные объектные привязки. Режим «Ближайшие» рекомендуем отключать. Для однократного включения конкретного режима привязки используем следующую комбинацию клавиш. Shift – правая кнопочка мыши. И из появившегося списка выбираем нужную нам привязку, например, «Ближайшая». Курсор будет фиксироваться в любых точках ближайших на нашем отрезочке. Рассмотрим режимы отслеживания объектной привязки. Нарисуем произвольный прямоугольник. Если нам необходимо построить окружность с центром, расположенным ровно в середине этого прямоугольника, делаем это следующим образом. Выбираем команду «Круг». Находим середину горизонтального отрезка. Ведем курсор до появления трассирующей линии. Выбираем середину вертикального отрезка. Ведем его горизонтально до появления трассирующей линии. На пересечении двух трассирующих линий выбираем центр окружности. Радиус задаем произвольно. Для работы с графическим пространством используются команды навигации и зуммирования. Рассмотрим основные. Зажатое колесико мыши дает возможность нам перемещать изображение по графическому пространству. Вращение колесика мыши увеличивает или уменьшает объекты. Обратите внимание, что зуммирование происходит относительно базовой точки, в которой расположен курсор мыши. Двойной щелчок по колесику мыши увеличивает все изображение до границ. Выбор объектов можно выполнять различными способами. Первый. Кликнули левой кнопкой мыши на объект. Объект изменил свой цвет и на нем появились ручки. Активируя ручку левой кнопкой мыши, мы можем выполнять с объектом различные действия. Правой кнопкой мыши открываем контекстное меню, в котором перечислены операции. Например, повернуть. Секущую рамку задаем справа налево двумя диагональными точками. Секущая рамка имеет зеленый цвет и выбираются все объекты, которые хотя бы частично попали в эту рамку. Охватывающая рамка задается двумя диагональными точками слева направо. Рамка имеет синий цвет и выделяются только те объекты, которые полностью попали в рамку. Выбранные таким образом объекты мы в дальнейшем можем редактировать или удалять. Все создаваемые объекты мы можем наделять определенными свойствами. Для оптимизации работы в автокаде используются слои, которые позволяют группировать все существующие объекты по цвету, типу и толщине линий или по функциональному назначению. В данном шаблоне для вас уже созданы слои с оптимальными настройками. Для работы со слоями открываем диспетчер свойств слоев. Здесь мы можем менять параметры объектов, расположенных в этих слоях, цвет, тип линий, вес линий, а также создавать новые слои. Присваиваем имя, указываем свойства. Нужный нам слой мы можем устанавливать до начала выполнения команды. Или если уже у нас объект начерчен и мы хотим перенести его в другой слой, мы просто выделяем этот объект и меняем слой. Для изменения свойств объектов также можно воспользоваться командой копирования свойств, который работает следующим образом. Выбираем исходный объект и выбираем целевой объект, которому присваиваем эти же свойства. Заканчиваем. Enter. Кроме этого, для назначения свойств существует панель свойства. Ей мы пользуемся только в том случае, если единичному объекту надо придать какие-то уникальные свойства. И задаем на этой панели цвет, толщину линии, вес линии. На режимной панели есть режим, отвечающий за экранное отражение веса линий. Если мы отключаем, у нас все линии на экране выглядят тонкими. В завершении нашего урока удалим все построения. Это можно делать следующим образом. Выбрать любым из трех способов объекты, нажать кнопку Delete. Или использовать команду Стереть. Выбираем команду, затем выбираем объекты. Заканчиваем выбор объектов правой кнопочкой мыши. При выполнении заданий, рассмотренных в следующих уроках, мы познакомимся с работой других команд. Рисование, редактирование, аннотация и так далее.